Съемка пойдет вот в таком вот ракурсе, Никита снимает меня, я снимаю Никиту И наш главный герой сегодня, вот этот товарищ, мой земляк Томич Именно настоящее я его призабыл, я его называю земляком В общем, рассказ пойдет сегодня о земляке Каким образом он оказался в приюте, это целая история В далеком, далеком городе Томске, это моя родина, я жил в этом городе Замечательный город, замечательные люди в этом городе Вот, жила-была женщина, у которой жил земляк И сын этой женщины решил просто на все забрать маму к себе домой поближе Чтобы ей как-то полегче все было в жизни Уже все-таки человеку за 80 лет в конце концов Ну, понятное дело, нужно уже ухаживать за человеком престарелым Но женщина отказалась ехать без собаки То есть она поставила условия, что готова к переезду Но с одним условием, что земляк поедет вместе с ней Ну, делать нечего, сын забрал маму на таких условиях вместе с собакой Естественно, когда женщина с землямком переехала в Смоленск Земляк также продолжал выгуливаться самовыгулом Почему? Потому что жили они в квартире И женщине в возрасте уже спускаться с верхних этажей было несподручно Поэтому она точно так же его отпускала просто на самовыгул Так же, как это делала в городе Томске А сын этой женщины оказался человек с фокусом То есть он подловил момент Когда собака гуляла самостоятельно на самовыгуле на улице Погрузил его в машину И вывез его в нашу деревню, в Хохлова Там, где находится приют Ну, по сей день уже больше Ну, пятый год уже идет, как мы проживаем именно в деревне Но, к несчастью На тот момент Некая Ну, может быть, группа лиц Может быть, это была работа одного человека Решили потравить собак Ну, у собак бывают свадьбы И вот именно в этот период По деревне была разбросана отрава Причем она очень грамотно была замучена, закручена Так что спасти из десяти пострадавших собак в нашей деревне Удалось только моего земляка Земляк выжил один из десяти животных Которые поступили в то время к нам на лечение с отравлением Вот Ну, естественно, мы по этому поводу сделали ролик Вы, если покопаетесь на YouTube-канале Верность ТВ Вы сможете найти ролик о нем Как это все было Как все это происходило Ну, спустя уже, наверное, год назад Как я помню, если память не изменяет Вот И ситуация в чем заключается? Когда мы сделали вот этот ролик Соседи этой бабушки по лестничной площадке Узнали собаку и сообщили ей о происходящем О том, что земляк находится сейчас в приюте Верность Вот Естественно, женщина Собралась и поехала в приют Это мой телефон воет Бывает иногда такое Ну, пускай поводит мелодично Мне еще неудобно его выключать Да Вот Естественно, женщина собралась после такой информации И поехала в приют Вопрос в чем заключается? И вот пока она ехала в приют Я не знал о том, что еще едет бабушка забирать собаку Мне перед ее приездом позвонил человек И сказал Я видео видел В интернете О собаке такой С лапой хромой Если обратить внимание То У земляка одна лапа кривая Это застарелый перелом И никто с ним ничего уже не делает И делать не собирается Ну Дальше что произошло И вот пока эта женщина ехала В приют забирать земляка Раздался Еще раз повторюсь Вот этот звонок Что Мол, видели Так, мол, так Мол, собаку С поломанной лапой С застарелым переломом Ну, мол У вас находится Я говорю Да, да, конечно У нас Приезжайте, забирайте Да, я сейчас подъеду Заберу Вот И Пока этот человек ехал Приехала вот эта бабушка И забрала земляка домой Через некоторое время Видимо, человек подъехал Но мы не общались Я понял, в чем дело Я не захотел общаться Человек Позвонил и спросил Ну Я за собакой Вот С поломанной лапой Мы недавно С вами разговаривали По телефону Я говорю Ну Как Ведь бабушка Только что приехала И забрала И естественно Человек После Того Как услышал Что бабушка Его уже забрала Начал Ну В таком Недовольном тоне Тоне Высказывать Я бы даже сказал Истерить Зачем вы ей Его отдали Как он Задолбал уже Этот пес Как он достал То есть Ну тогда для меня Картина стала Проясняться И стало полностью Понятно Тогда я понял Что На самом деле Произошло Что Именно этот человек Который звонил Он его Он его и подбросил К нам В деревню А уже здесь Произошла С земляком Вот такая вот история Вот Сейчас Никита Прогуливается С земляком Почему Потому что Мне сложно И снимать И трястись У вас Глаза Замелькают От этой съемки Вот Поэтому я решил Немножко Разгрузить Руки И поснимать Но Здесь Весь момент В чем заключается Что Я думаю Бабушка тоже Догадалась В чем дело Все таки Ситуация Интересная Получилась Таким образом Земляк На какое то время Уехал Снова Домой Но Соседи Уже были В курсе Происходящего Они Объяснили И подтвердили Что да Это был ее сын И тому подобное Ну как бы Ситуация Некрасивая Прояснилась Но Я не стал На тот момент Это афишировать Все таки Человек пожилой Мало ли сердце И тому подобное Вот Но В конце концов Земляк Снова оказался В приюте Почему Потому что Вот эта пожилая Женщина К сожалению Неудачно Упала И Сломала себе Бедро Больше я От нее Вести Не слышал Не знаю Чем у нее Закончилось Все это дело Но Соседи Опасаясь За Жизнь Земляка Привезли его В приют Так как уже Женщина Не ходячая Стала Как бы Второй попытки Земляк мог И не пережить И таким образом Он снова Попал к нам В приют Вот уже Какой год Он живет У нас Прекрасно Счувствует Если сейчас Его хозяйка Слышит Меня Мы Передаем Своей Землячке Привет Огромный Пусть не переживает Земляк Чувствует Себя Прекрасно То есть Все хорошо Не переживайте Все у него Хорошо Вам здоровья Удачи Всего хорошего На этом Я хочу Закончить Свой Рассказ Сегодня мы С Никитой Засядем за компьютер И попробуем Оформить Вот этот вот Материал Что у нас Получилось Будет интересно Вот такой вот Рассказ Про земляка Смысл Какой Вот такая вот Интересная история Произошла Между двумя Населенными Пунктами Находящимися Очень далеко Брек от друга Это Далекий Далекий Город Сумск И Небольшая Деревня Смоленской Области Под названием Поку Вот Таким образом Произошло Что два Два земляка Которые Так я понимаю Родились Где роди Томский Я и Этот пёс Проделав Огромное Рассояние Все-таки Встретились Далеко Далеко От Своей Родики Бывает Это Бывает Я рад Этой встрече Довольно Интересный Случай И я Хочу В конце Попросить Не то Что Прощения А измениться Измениться За поступок Своего Изземляка Мне За него Стыдно Но Сибиряки Отличный Народ Просто Я бы Сказал Шикарный И не Все Мы Такие Да Земляка Эй Привет Вот такая Вот история У нас Произошла Да Земляк Молодец Хорошо Молодец Вот Он довольно Таки Еще В боевом Состоянии Возраст Уже Не детский Скажем так Но Примяется Что Участвует В древних Походах Сейчас Покажу Его Заднюю Лапу Обратите Внимание Здесь Он Разлизывает Как Уже Выживает Просто Не хотим Его мучить Капюшоном Сам Долизывает Ну Тут Чуть Остается Его Мазать Мазаем Но Он Слизывает Шикарную Слюмась Под названием Ируксамитин Рекламирую Всем Но Не достанете Регенерация Ткани Мгновенная Происходит Можно Так Слово Но Лапа Его Сломанная Достарелый Перелог В боевом Состоянии Жару Дает Всему Приюту Кроме Того Он Еще Очень Любеобильный То есть Если Ему Какая-то Девочка Понравилась То Он Ее Просто Запирает В будке И не выпускает Она В туалет Пошла И он Пошел В туалет Ну То есть Даже В туалет Под контролем Отвыводит Вот такой Видок С фокусом Субтитры 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 Всем пока До новых встреч Пойдемте Субтитры создавал DimaTorzok